29 запись следователя КГБ СССР товарища атомного по делу давно исчезнувшей древней советской цивилизации. У нас есть главный подозреваемый, это ТДЖЦ, который имеет явную антипатию к людям, то есть выраженная социопатия. Историю из кучи отвратительных поступков. Скорее всего он и есть главный подозреваемый в совершении преступления. Но нам необходимо проверить и других. В данном случае отправляемся к Саре ТФОР, которая хотела вместе с Дендалем открыть институт Атлантиды, псевдонаучную организацию, чтобы рубить бабосы. Да, хотя утверждается, что наука объективна, но на самом деле это лишь пожелание. Честно сказать, что наука стремится к объективности, но при этом личные мотивы конкретных ученых и также философия и идеология стран накладывают ограничения на объективность науки. То есть если учитывать вот эти особенности, то как раз взгляд на науку станет более объективным. Идем к Саре, которая копает руками и не знает о существовании лопаты, а вроде ученый. Так, давай посмотрим ответы. На чем работал Джонс? В Аксеноте? Нет, 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 что произошло до этого. А в персонах, наверное, это надо, да? Сара ТФОР. Надо было стать руководителем Эрико Института Атлантиды. Хм, и на основании этого ты сделал вывод, что у меня и Эрико был мотив убрать Джонса? Мне очень жаль, Сара. Представляю, как тебя это бесит. Ведь эту наводку дал мне именно Цех. Что меня на самом деле злит, так это то, что ты веришь во всю эту ерунду. Сара, но я ведь не сказал, что я в это верю. Я только рассказал тебе, что мне говорил Цех. Да он вообще не имеет понятия, о чем говорит. Так, значит, это не правда то, что рассказал Цех? Почему же? Это правда. Но вот чего Цех не знал, так это то, что между Джонсом и Эриком уже велись переговоры. Прямо здесь, в лагере. Мне удалось их уговорить сесть за стол переговоров и каким-то образом объясниться. Ну и как? Пришли они к какому-либо согласию? До сих пор нет, и это очень печально. Если с Джонсом действительно что-то серьезное произойдет, тогда от этого в первую очередь пострадает проект Эрика. Опа, оказывается, есть и другая сторона медали. Меня радует, что ты наконец-то со мной согласился. Дам тебе хороший совет. Покопайся в прошлом Цеха. Да, это сомнительное удовольствие. О да, ты найдешь там много интересного. Но спорим, ты не знал того, что пять лет назад Цех подделал документы, чтобы скрыть фиаско своего археологического проекта в Чаде. И о чем ты наверняка не слышал, что Джонс об этом знал. И он как раз собирал настоящие документы, чтобы опубликовать их. Интересно. Если Цех знал, что Джонс напал на его след, то дело принимает новый оборот. Конечно, он знал это. Джонс не тот человек, который плетет интриги. Он всегда говорит людям прямо в лицо, что он о них думает. А ты сама? Откуда ты все это знаешь? Я случайно услышала этот разговор между Джонсом и Цехом. Понятно. Спасибо, Сара, за информацию. Надо было тут сейчас обдумать ее. Так. Давайте в монастырь дегитанцев. Дело в том, что тут никого нету, и можно немножко подумать, да? И выразить свои мысли, чтобы никто меня не слышал. Давайте сядем. Ступеньки. Откроем. Персоны и подумаем. Смотрите. Значит... Что я думаю по всему этому делу? У Би Джонса был мотив. У Цеха... Ну, какой у Цеха мотив? Если история, связанная с Чадом, правда, она может быть неправда. Но даже в этом случае там вполне можно выкрутиться и сказать, что это другие документы, что... Ну, вот такое противоречие, то-то, то-то. Или уничтожить сами документы. То есть, на самом-то деле, для Цеха Джонс не представлял особой угрозы. Тем более, Джонс не говорил по поводу того, что он будет мочить Цеха. Поэтому не очень-то логично. Но Цех самый аморальный, самый жестокий и самый большой социопат. Поэтому вполне он мог там из каких-то других мотивов, но он это мог сделать. Вот он единственный, кто действительно может это сделать. Самые большие мотивы, конечно, это у Дендаля и Сары Форк. Почему? Потому что Джонс не хотел, чтобы его информация, чтобы его имя были в той книге, которую он опубликовал в Дендаль. В их бестселлере. Соответственно, это повредило бы продажам. И никто не хотел вредить продажам. А Джонс не тот человек, который бы сказал, типа, опубликуйте всякую херню под моим именем. Не-не-не, он дорожил своим именем. Ну, такой чувак. Это же не Диана Джонс, в конце концов. Поэтому они бы не смогли договориться, даже сев за 100 переговоров. Это абсолютно бессмысленное занятие. И ничего бы из этого не вышло. Поэтому им выгодно то, что с Джонсом что-то произошло. Даже если никто из них не делал, они не будут принимать меры для того, чтобы что-либо изменить. И теперь становится понятным, почему ученая Сара разгребает завал руками, вместо того, чтобы использовать лопату. Потому что ей не надо раскапывать Джонса. Пусть он помрет. Вот и Дендалю, и Форк это выгодно. Она сказала, что типа смерти Джонса не выгодно. Дендалю это что-то повредит. На самом деле, ничему не повредит. Ну, помер, собственно, великий археолог при раскопках вот какой-то очередной хруин. Как это повлияет на продажи книг? Никак. Вообще никак. А вот если он начнет возмущаться и говорить, что это вы использовали, вы исказили данные, вы полную ложу, ахинею написали ради института псевдонаучного создания, как бреда какого-то, лишь бы бабло рубить. Вот это уже будут проблемы. И судиться он будет, и прочее, и прочее. Поэтому у них самый сильный мотив. Еще есть мотив, конечно, у Жоржика. Почему? Потому что он ревнивый, ну и, собственно, Натали, она дает все основания для того, чтобы ревновать. Абсолютно дает. Поэтому Жоржик мог убить Джонса из ревности. Его выгораживает, конечно, Панкратс, но они друзья, и Панкратс может рассказывать какую-то историю. У меня другое сомнение, что навряд ли Панкратс помогал. Потому что, ну, одно дело, да, ревность, одно дело друзья, но из дружбы бочек кому-то упевать. Скорее, более логично было бы, чтобы он начал отговаривать. Говорит, Жорж, ты что, поехал кукухой, зачем ты это делаешь? Вот, поэтому я не думаю, что Панкратс имеет к этому отношение. Он может как-то выгораживать Жоржика, но не участвовать в этом. Вот, Жоржик может убить из ревности, и Сара, и Дендаль. Вот этим трем людям, вообще, Джонс, его смерть, и чтобы его больше никогда не нашли, очень выгодно. Потому что Жоржик решает вопросы с ревностью к Натали, Дендаль и Сара решают проблемы с возможным срывом рубки бабла для Института Атлантиды. Если история с Чадом имеет место, то, ну, конечно, для Цеха тоже имеет смысл его убивать, и он бы тот, как раз, кто это и сделал бы. Вот, но, судя из того, что я понял, Цех не знал про то, что Джонсон будет, Джонс будет публиковать какие-то компрометирующие информацию по Чаду. Поэтому, такой вопрос. Но, давай, вот эти четверо, это те, то есть, половина экспедиции рады кончению Джонса. Замечательная экспедиция. Кому точно не нужна смерть Джонса, это Лиззи, потому что, ну, она с Джонсом на достаточно далеком расстоянии, и ее вообще другие заботы вам будут, там, никаких не было терок. С Натали, потому что Натали сохнет по Джонсу, и ей он очень нравится. Поэтому, вот эти двое точно не имеют никакого отношения. Панкрат, скорее всего, тоже ничего не имеет отношения. Ну, типа, убивать, потому что у Джорджика, там, ревности, там, блин. Такое редко бывает. Поэтому, скорее всего, нет. Что еще я хочу сказать? Смотрите, дело в том, что Джорджик терся с Рудольфом. А значит, он мог узнать у Рудольфа некоторые вещи по инженерному делу, что и как, что можно реализовать. Поэтому, это дополнительный негатив в сторону Джорджика. Ну, и дядюшка, дядюшка, вообще, ему невыгодно валить эту экспедицию. Он сам брал Джонса, зачем ему валить? Поэтому, три человека в экспедиции, ну, считай, четыре, они к Джонсу никаких негативов не испытывали, не могут быть убийцами. А вот эти четыре, им выгодно. Кто-то из них точно убийца. А все остальные делают все, чтобы никак не помочь Джонсу. Никак не помочь Джонсу. Ладно, поехали, пойдем к цеху. Поговорим с ним. Сейчас его задержать нужно. Пока он ничего не сделал. Итак, цех. Фан-фу, все-таки вот. Какого черта вы копаетесь в моей личной жизни? Точное попадание, не так ли, мистер Всезнайка? Ха-ха-ха-ха-ха-ха, очень смешно. Но теперь все. С меня достаточно. Так, а что ты собрался делать? Вас это интересует? Меня нет. И куда ты исчез? Нормальный вообще? Стоять, сюда иди. Пойдем спросим у Сары, куда это делся цех. Потому что он должен был ее сменить. Опа! Цех. Цех. Работает отбойным молотком, который у них есть. Цех. Так, а что ты? Ты мне так и не рассказал ничего по этому поводу. Оставь меня в покое. Оставь меня в покое. Ага, то есть ты пошел работать. Ясно. Ясно. Вернемся в город в облаках. Интересно, куда делась Сара. Значит, что я хочу сказать по поводу цеха. То, что он начал работать отбойным молотком, немножко изменяет. Если бы он хотел, чтобы Джонса никогда не нашли, он бы тоже копал бы руками. А он взял отбойный молоток и работает отбойным молотком вместе рук. А вот Сара не хотела копать. Она ни лопату использовала, ни отбойный молоток. Ничего она не использовала. То есть просто руками чуть-чуть земельки повытаскивать. Самым хреновым способом. Причем она археолог, и она знает, как правильно копать. Поэтому... Сейчас больше подозрения на Дендаля и Сару Тефорк. Так, что это у нас такое? Масленка. Наверное, смазать попробую. Ага, она пустая. То есть нужно найти смазку для всего этого. Опаньки! Лабиринт. Как он еще не рухнул за тысячелетия? Посмотрите, какая конструкция. Это точно чудо света. Это точно чудо света. Попробуй ты такое соорудить. Так, у нас проход. Дальше пройти нельзя. Пусть огромный лабиринт. Так, что это? Опа! Робот. И... Ноутбук. С управлением роботом. Ой, что-то слишком много. Вот так вот. Три действия. Значит, что здесь? Если здесь можно пройти вперед. Двигаемся вперед. Вот так вот. Немножко видоизменю, да? Вот. А вот тут вот. Если у нас так, так. И вот так. То поворачиваем сюда. Да? А если у нас... Вот так, то поворачиваем сюда. Вот так. Правильно. Ну тут не имеет смысла. Хотя, наверное, здесь тоже стенку. То есть, чтобы он поворачивать полным стартам. О. Ага. А тут негде поворачивать. То есть... Давай здесь точно так же сделаем. Вот эту штуку. Ну и давай еще один код. Так-то добавлю. Вот это убрать. Все. Значит, если впереди этот. А здесь у нас... Ну давай повернем в эту сторону. Пускай допустим, да? Здесь вот так раз. Раз. А здесь вот четко лоб, да? Причем в эту сторону, да? А здесь возвращаем стандартное движение вперед. О. Ну-ка, стандартно. О. Ну-ка, стандартно. Погнали с самого начала. Продолжение следует... С вот этой штукой что-то не ясно... Ну в какую-то сторону-то нужно повернуть? Ладно, нужно будет разобраться... Что и как с этим роботом делать, что еще здесь посмотрим... Шарики какие-то? Давай бросим... Что-то такое... Ну что, сюда допустим... Ну это номера какие-то точно... Четырехбитные цифры... Идут... Если уж так говорить... Четырехбитные... Это значит ноль единичка... Двойка-тройка... Здесь уже четверка... Четверка... Это будет... Шестнадцать... Получается... На шестнадцати... Можно посчитать... На пятнадцати... Получается... Интересно... А вот это что такое? Тоже... Тоже идут номера... Есть какие-то башни с вот этими кружочками... Цветными... Здесь уже стоит... Подсказку посмотрим... Ооооо... Графы... Как это тяжело... Не... Ну это очень тяжело... А тут что у нас? Кот Хемминга... Работа над ошибками... Работа над ошибками... А я проходил этот раздел... Сдвиги... Да... А работа над ошибками... Я по-моему вообще... Пропустил... Нет... Вот это было... Потом... Бит четности... Да... Проходили код Хемминга... Наверное... Код Хемминга я как раз и пропустил... Нужно будет посмотреть... Потому что... Как иначе... Угу... Роботом нужно будет сейчас управлять... Ну еще раз зайдем... Ну да... Вот у нас команды... Даем... Давай попробуем дать те же команды... Что были... Раньше... То есть движение вперед... Если с этой стороны пусто... Ну давай здесь стенка... То поворот сюда... Если с этой стороны стенка... А тут пусто... Да... А там может быть что угодно... То давай сюда... Старт... Стоп... Хорошо... Здесь тогда вот так... Старт... Стоп... Так... Повернул... Вот он совсем не туда поехал... в другую сторону... Вернем назад... Давай попробуем наоборот... Стоп... Вот так... Вот так... Здесь вот так... Вот так... Старт... Поехал вообще в другую сторону... И застрял... Нет... Значит здесь было правильно... Т harness... Что же он тогда поехал... Неправильно... Неправильно... Подожди, а если вставить еще одну команду, можно переставить места, менять нельзя, и на случай пустоты вообще полной, он будет поворачивать, мне нужно в эту сторону поведать, и движение вперед, погнали, нет, так получается вообще полная ерунда, нужно подумать. Что с этим делать, а пока, я думаю, нужно найти Сару, куда она могла деться, пойдем к Георгу, может она с Георгом сейчас, к Дендалю она могла отправиться, пойдем посмотрим там, нет, ее здесь нет, давай к Дендалю. И кстати заодно у Дендаля я узнаю по поводу его института Атлантиды. Кстати, он может думать, что это и есть Атлантида. Артефакты, не то, Синоте. Расскажи-ка, извинения, вот-вот поэте. Я знаю, этот вопрос занимает все твои мысли. Да, Тадеуш Цех прекрасно играет свою роль, но я повторю свою просьбу, открой эту дверь. Я знаю, что за этой дверью ты найдешь ответы на многие вопросы. Там же начинается твой путь, путь Пилигрима. Должен признаться, задание это не из легких, но ты не первый. Были до тебя некоторые, кто справился с ним, но не пытайся их спрашивать, это строго запрещено. Вот, опять, вы знаете больше, чем я. Ну так почему я должен пробиваться через всю эту дурацкую, я хотел сказать, через все эти загадки, когда вы могли бы все просто рассказать? Такова игра. У каждой игры свои правила. Где Сара? Давай, я думаю, Монастырь Дегитанца, потому что там никого нету, попробую туда зайти. Но вообще-то этого чувака, как же он бесит меня. Закрыто. А попробуем сюда, где открыто. Я не думаю, что она прошла бы туда, в Дегитанцах. Я думаю, что тут открыто. Кстати, вот тут интересный проход, видите? Почему нельзя перепрыгнуть? Я сам не знаю. А куда делась Сара? Натали, ты знаешь, где Сара? Не имею никакой информации. Понятно. То есть, где Сара, неизвестно. Ну, вот эти Дегитанцы. Ей либо Дегитанцы, либо в Хаос, потому что там нет людей. Ну, и в Дегитанцах кто-то же должен отвечать, что и как работает. А, монастырь, это Дегитантисты, да. Дегитанцы. Так, счет. А, нужно взять, посмотреть цифры. Сейчас гляну. Раз. Что у нас идет? У нас идет. В другую сторону. Это получается. Девятка? Твою мать. И все это ради Сары, для того, чтобы ее найти. Девятка вниз. Семерка. Отлично. Раз. Два. Три. Четыре. Пять. Шесть. Семь. Тройка. Серьезно, если бы упростили и сделали бы получше, вот было бы нормально. А тут и шестерка. Три. Четыре. Пять. Шесть. Каждый раз открывать супер здорово. Сарочка, ты где-то здесь? Нет. Мне кажется, ее здесь нет. Ладно. Поищу Сару дальше. Конец. Двадцать девятой видеозаписи следователя КГБ СССР, товарища Атомного. До следующего видеозаписи. Во-первых. До следующего видеозаписи.